Добрый вечер, дорогие товарищи! Я для начала представлюсь Галко Виктор Иванович, преподаватель Красного университета, кандидат экономических наук. В стенах нашего замечательного университета мы изучаем марксизм-ленинизм. А как вы уже знаете, он состоит из трех составных частей. А если быть точнее, трех моментов. У вас уже было два занятия по науке и логике Гегеля. Вы, если не полностью, то уже частично владеете категориальным аппаратом. Вот три момента. Философия, политическая экономия и научный социализм. К философии уже приступили. Мы с вами будем рассматривать политическую экономию. У нас будет два занятия в этом семестре. Это экономика и экономическая теория марксизма. И семинарское занятие в следующую среду. Экономические проблемы современной России. И в декабре, 4 декабря, Алексей Сергеевич Удовиченко, кандидат экономических наук, прочитает лекцию «Трудовая потребительность и мостная теория научно-технического прогресса». И, соответственно, в следующем семестре. Занятие «Ступени развития капитализма. Создание предпосылок социализма в России». И также Алексей Сергеевич прочитает лекцию «По экономии трудоупотребителей как критерий научно-технического прогресса». Есть с этим делом. Значит, наша задача очень простая. За эти короткие занятия рассмотреть генезис развития капиталистического способа производства. Ну, на дворе у нас какой сейчас строй? Капитализм. Капиталистические производственные отношения. Сразу вынуждены вас огорчить. Наверное, рассмотреть что-то удастся, но полностью нет. Если вы хотите познать тонкости, все детали, все законы, закономерности развития капитализма, от его простейших форм до высших, берите следующую литературу. Вы все в СДО уже работали, да? Там вывесен список вопросов к следующему семинарскому занятию и список литературы. Итак, основное произведение марксизма – это «Капитал» Карла Маркса. Брали в руки, читали. Замечательно. Нет, реально мы там все три тома забрали. Ну, вот здесь лежит у нас небольшой томик. Так вот, первый том «Капитала» потолще будет этого. Плюс два таких и еще три книги третьего тома «Капитала». Вот, надо будет набраться силы, времени найти и прочитать. Второе. Ленин Владимирович. Империализм как высшая стадия капитализма. Работа очень тоненькая. Вот такой толщины. Читается на одном дыхании. Поскольку Владимир Ильич Ленин не только ученый, теоретик, он еще и блестящий публицист. И как раз эта работа посвящена высшей и последней стадии развития капитализма, а именно монополистическому капитализму. Или другое его название – империализм. Если вы хотите разобраться в противоречиях развития социализма, ну вот острой последующей информации коммунистической, которая идет после капитализма, и у нас в стране было с 17-го года по 61-й годы, то есть работа Михаила Васильевича Попова «Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». Я думаю, что если капитал можно купить в старой книге, или, так сказать, есть новое издание, и работу Ленина, то Михаила Васильевича, наверное, вам надо будет зайти на сайт Фонда рабочей академии Московского отделения и в разделе «Библиотека» эту книгу прочитать, либо скачать самостоятельно. Также еще есть небольшой список литератур, вы дополнительно посмотрите. Итак, тема лекции называется «Экономика. Экономическая теория марксизма». Задача у нас, сверхзадача такая, не просто капитал рассмотреть, а попытаться привязать его к нашим нынешним проблемам, и большим, и маленьким, и сложным, и не очень сложным. Тех, которые волной тут лежат на поверхности, и те, которые не лежат на поверхности из глубины. Вот эту попыточку мы и сделаем. Это второе замечание. Третье. Вот почему капитал Марса, который первый том вышел в 1967 году, то есть более чем 150 лет назад. И до сих пор он актуален, и имя Маркса постоянно употребляют. И другие, и друзья, и недруги, и враги. Потому что почему? А я опять-таки буду возвращаться, знаете, движение вперед в диалектике, которую вы стали изучать. Чтобы двинуться вперед, что надо сделать? Посмотреть назад. Не посмотрите, а немножко отойти назад. Ну вот. Вот в диалектике есть такая мысль у Гегеля. Что такое результат? Вот мы начинаем с чего-то, а приходим к результату. Что такое результат? Развитый начало. Замечательно. Развитое начало, развитое начало. А начало не развит результат. Вот капитал Маркса представляет из себя такое произведение. Маркс берет простейшую элементарную клеточку капитализма. Товар. Есть такая категория понятия товар. И в этом товаре, ну правда еще в зародище, в себе, заключены все остальные понятия, законы капитализма. А в самом конце, ну если вы откроете последний третий том капитала, там вы видите, на завершенную главу, называется классы капиталистического общества. Вот там, в этой главе уже, скажем, заряготочено все то, что было ранее сказано, но уже в снятом виде. А снятие диалектики это что? Отрицание? Содержание. Просто замечательно. И вот мы должны каждый раз, у нас уже 12 лет, Красный университет, я не то что мучаюсь, задаюсь вопросом, вот как мне выйти из этой дилеммы. Потому что за два занятия, рассказать капитал, невозможно. Более того, это неправильно. Вот надо брать капитал и читать. Что мы можем сделать? Ну помочь, обратить ваше внимание на какие-то отдельные моменты, на какие-то сложности, трудности, и вызвать ваш интерес. Величайшая проблема. Поэтому всегда мы начинаем с таких простых вещей, которые вроде бы, они и лежат на поверхности, и волнуют всех. Но чтобы разобраться о них, вот мы будем потихонечку откатываться назад, идти вперед по капиталу. Вот какие экономические проблемы мы можем назвать сейчас? Вот на дворе капитализм. Теперь волнует каждого, это заработная плата, ее размер, низкая заработная плата, правильно? Всех волнует. Поэтому на эту заработную плату прожить тяжело. А если семья еще большая, как вы понимаете, семья у нас должна быть такая, что не менее трех детей. Иначе наша страна будет вымирать. В чем проблема? Нет, это мы дойдем до этого. То есть мы можем начать вот с этого понятия. Есть такая категория, политко-экономическая категория, заработная плата. Да, и еще одно, извините, забыл. Вот недруги Карла Маркса, недруги марксизма, поскольку аргументов научных особо нету, мы будем с вами рассматривать этот вопрос, говорят следующим образом. Ну, капитал был написан 150 лет назад, столько воды утекло, устарел. Устарел. Я проведу два примера. Один такой большой, а второй связан с заработной платой, которую мы будем рассматривать. С нее начнем. Хотя, повторяю, наверное, это неправильно. Надо с товара начинать, но мы к нему вернемся. Значит, 1867 год. Вышел первый том капитала. Он заканчивается такой замечательной главой, параграф, 7-й параграф 24-й главы. Называется «Историческая тенденция капиталистического накопления». И Маркс, исходя из всего того, что он раскрыл еще в первом томе, он сделал выводы, куда идет капитализм. Он идет к обществлению производства, к монополизации, к возникновению акционерных обществ, когда один капиталист побивает многих, капиталы растут, идут процессы концентрации, централизации производства, и обостряется противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения. А противоречия, как вы уже знаете, они разрешаются. Разрешаются каким образом? Рабочий класс, который является материальным носителем вот этой позитивной тенденции, совершает переворот в капиталистическом способе производства. Вот маленькая глава, вы можете, кто еще не читал, взять, открыть, почитать. А потом давайте прикинем, что произошло ровно через 50 лет, в 1917 году, в России. Вот то, что Маркс написал, то и произошло. Видите, насколько далеко глядел. И процесс этот пошел дальше. Так вот, это первое замечание. И второе. Мне хочется возразить этим критикам. Ну а вы-то что нового предложили? И является ли это новым? Или это еще более старое, чем... По времени. Чем, скажем, положение, выдвинутое Марксом. Значит, что такое заработная плата? Кто может сказать? Цена, рабочие силы, выводы. Ну вот уже есть такая игра, когда взрослые прячут чего-то, а потом говорят, вот ищите. Это тепло, гречо. Ну ладно, не буду время заряд тратить. Возьмем. Противоположен. Вот цена от этого тоже. Чувствуется, что вы читали и Трудовой кодекс, наверное, и буржуазную апологетику. Апологеты – это кто такие? Это те, кто защищают строй. Вот поэтому буржуазные апологеты, они тоже используют некоторые понятия. Открываем Рудовой кодекс Российской Федерации. Что там написано? Заработная плата. Там большая цитата, коротко, я буду короче, чтобы понять. Вознаграждение? Совершенно правильно. Это вознаграждение за труд. Короче. Плата за труд. Ну, само слово «заработная плата». Плата за работу. Плата за труд. Вот у Маркса всё по-другому. Плата за труд. Кто вот придумал, кто взвёл это понятие? Ну, кстати, до Маркса вы можете это найти у Адама Смита. Это представитель классической буржуазной политической экономии. Одной из тех основ, на которых Маркс создавал свою теорию, преодолев, так сказать, их противоречия. 17-й век. Совершенно верно. Можно найти вообще родоначальника классической буржуазной политэкономии Уильяма Пыти. Стоимость труда. Плата за труд. Вот. Вот что такое. То есть, на самом деле, то, что сейчас пытаются преподнести нам, это очень старое. Это ещё старше Марса. До Марса было придумано. Плата за труд. Ну, дело, конечно, не во времени. Есть истины, которые и тысячелетиями проверены, не меняются. А дело, конечно, в содержании. Значит, плата за труд. А что пишет Макс? Заработная плата – это денежное выражение стоимости товара рабочая сила. Ещё раз. Денежное выражение стоимости товара рабочая сила. О, кажется, сразу много. Вот для того, чтобы понять, что такое заработная плата, нам что нужно знать? Что такое деньги? Что такое стоимость? И что такое товар? И что такое рабочая сила? Что такое рабочая сила? И вот поэтому мы начинаем плясать от печки. Чтобы понять, что такое заработная плата, мы должны начинать с элементарной клеточки, а именно с товара. Но поскольку, повторяю, система категории капиталистического способа производства, изложенная в капитале, раскрытая Марцем, изложенная в капитале, она представляет такую вот цепочку, где последующая вытекает из предыдущей. То неизбежно мы должны начинать с первейшим. Вы уже с Михаилом Васильевичем рассмотрели структуру наук и логики. Начало учение о бытии, затем идёт учение о сущности. Он иногда шутит, когда задаю вопрос студенту, что такое сущность. А он не знает, но он начинает говорить. Чистое бытие есть. Я ставлю удовлетворительно, поскольку, понимаю, если человек начинает с чистого бытия и начинает раскручивать цепочку категорий, он неименуемо придёт к понятию сущности. Вот здесь то же самое. Мы начнём с товара и придём неизбежно к заработной плате и к последующей категории. Итак, что такое товар? Пока вы думаете, я сделаю ещё одно замечание важное. Мы рассматриваем производственные отношения. То есть политическая экономика рассматривает производственные отношения определённых способов производства. То есть не вещи сами по себе, а те отношения, которые возникают между людьми в процессе производства этих вещей. И что такое экономика? Вот название у нас лекция – экономика. Это процесс производства. А производство? Совершенно правильно. В рамках и посредством определённой общественной формы. И вот здесь ключевая общественная форма. Что такое общественная форма? Это есть общественные отношения. То есть все категории, которые мы будем рассматривать и которые вы возьмёте в политической экономике, в капитале, в других произведениях – это что на самом деле? Это не вещи. Это отношения между людьми. И деньги, и товары, и капиталы, и заработная плата, и стоимость, и прочее, прочее, прочее. Значит, товар. Что такое товар? Вещь, в первую очередь. В первую очередь. Совершенно правильно. А если продукт? Да, покупать, он предназначен через обмен. Продукт, предназначенный для обмена. И в наших учебниках вы найдёте такое определение. В других, и в наших лекциях – товар, продукт, труда, предназначенный для обмена. Можно так сказать. Совершенно правильно. И вроде бы мы можем на этом остановиться, поскольку это правильное определение. Но вот это будет не совсем правильно. Не с точки зрения диалектики, не с точки зрения логики капитала. Поскольку мы должны… Вот мы как бы сейчас выхватили оттуда, показали, а дальше что? Мы пока нет связи должны, и переходы, и логические переходы, что-то внутри, какие противоречия, и куда это приводит развитие противоречий, заложенных в этом товаре. Поэтому последуем вашему совету. Вы явно прочитали «Капитал» первый том. Значит, вот тем более мы живём при капитализме. Мы это знаем. Всё, товары. Приходим в магазины, каждый день ходим, наверное. Ну, как минимум через день. Что там лежит? Какие-то вещи, которые являются товарами. Значит, товар, прежде всего, какая-то не простая вещь, а полезная вещь. Потому что если она бесполезная вещь, то её не обменять, не продать. Полезная вещь. Полезность вещи делает её потребительной стоимостью. Вот мы пришли, несколько, два-три шага пришли к новой категории. Потребительная стоимость. Это вот свойство товара. С точки зрения этой вещи. Значит, что здесь надо понять? Товар – это вещь, прежде всего. И как таковая полезная вещь является потребительной стоимостью. Но мы же уже изучили диалетику и знаем, что всё в мире противоречиво. Не может быть такой односторонний. Мы можем, конечно, односторонний взять, но это будет не истина. А истина, мы должны найти противоречие. Значит, мы найти другую сторону должны. Вот давайте так. Вот море товаров. Вот у меня на столе здесь. Вот ручка. Вот, пожалуйста, часы. Вот книга. Как потребительные стоимости. Мы можем их сравнить? Ну, тяжеловато. Они удовлетворяют разные человеческие потребности. Но удивительное дело, что происходит в процессе обмена. То есть в процессе купли-продажи их. Совершенно верно. Между этими разными потребительными стоимостями мы можем поставить знаки равенства. Проблема будет только в каких-то определенных пропорциях. Например, на эти часы можно обменять десяток ручек. Правильно? Или там одну книгу и так далее. И сразу возникает вопрос. А почему? На каком-то таком основании, вот между разными потребительными стоимостями, несравнимыми, ставится знак равенства? Почему такое происходит? Его вот напрашивается сам. Следовательно, в этих товарах есть что-то общее в разных потребительных стоимостях, что их приравнивает. И вот мы подошли к еще одному следующему шагу. Марс делает вывод. Это общее в них абстрактный человеческий труд. Труд безотносительно его конкретной целесообразной формы. Как затраты человеческой энергии вообще. И как сгусток этого абстрактного труда, товары – суть стоимости совершенно нет. Видите, какая логическая цепочка? Я, правда, пропустил еще. Вот, когда ставится знак равенства, что один товар в определенной пропорции обменится на другой товар, есть такое понятие – это меновая стоимость. Это вот поверхность капиталистических отношений. Из него больше ничего не выжить. А вот стоимость, она лежит там, в глубине. До нее еще нужно докопаться, до нее нужно дойти. Вот мы общим усилием с вами нашли. Значит, как кристаллы этой общей субстанции труда, они – суть стоимости. Ну, с качественной стороны мы рассмотрели вместе с Марксом, что такое стоимость. Теперь, как полагается нам, в соответствии с диалектическим методом, мы, наверное, количественную сторону рассмотрели. Как измеряется величина стоимости? Время, на упаковке, по управлению труда. Ну, правильно, правильно. Если стоимость – это сгусток труда, то, очевидно, измеряется она количеством этого труда. Вот есть такое понятие в политической экономии – общественно необходимые затраты труда. Это затраты труда, ну, естественно, при товарном производстве, при производстве товаров, которые, так сказать, действуют или существуют при средних условиях производства, при средней производительности труда, при средней умелости работников. То есть вот масса товаропроизводителей. Производят какой-то один товар. Кто-то лучше работает, кто-то хуже. Ну, вот основная масса, так сказать, обеспечивает средние условия труда. И затраты труда при этих средних условиях как раз дают нам величину стоимости товара. На практике, как подавляющая масса товаропроизводителей дает затраты труда, вот они и определяют величину стоимости товара. Ну, вот идем дальше. Значит, мы обнаружили или выявили в товаре противоречие между потребительной стоимостью и стоимостью товара. Ну, понятно же, да? За которым стоит противоречие между конкретным трудом и абстрактным. Ну, конкретный труд – это труд в особо целесообразной форме. Вот стоит, токарь со станком производит, деталь. Плотник у него другой труда и так далее и тому подобное. Ну, газорезчик, третий. Это конкретные виды труда. И результатом их является конкретные определенные потребительные стоимости. А абстрактный труд – это вот как затрата человеческой силы вообще, соответственно, стоимость. Ну, вот эта внутренняя противоположность требует своего выхода и разрешения. Это разрешается. Разрешается в деньгах. Вот сразу вам вопрос на засыпку. Что такое деньги? Товар. Совершенно правильно. Это больший продукт обмен. Это товар. Ну, это такое, как бы, завершающее. А в чем это выражается? Ну, потребительной стоимостью денег является то, что их, то есть, как бы, относительно денег сравниваются с остальные товары. То есть, любой товар можно менять. Ну, правильно. И на кинул, да, что там просто начинать накапливать. Ну, если вернемся к заработной плате, к которой мы постепенно двигаемся, ну, вот отработали 8 часов, все по трудовому кодексу, неделю-две, вам полагается выплатить заработную плату. Вам ее выплачивают. Какими-то раньше бумажками, сейчас это делают вам начисления. На карточку и так далее. Вот что это такое? Это деньги или не деньги? Вопрос на засыпку. Нет. О! Степан Степанович все знает. Нет, конечно, это не деньги. Это представители денег. Итак, а настоящие деньги – это вот то, что вы сказали, и мы пойдем по этой цепочке. Вот очень такая специфика этого товарного производства. Вроде бы все понятно и красиво. Что плохого в том, что стоимость измеряется количеством общественных необходимых затрат труда. Кто лучше работает, будут постоянно выигрыши. Кто плохо работает, но вынуждены будут подтягиваться или будут проигрыши. Не все так просто. Были такие мелкобуржуазные социалисты, один из основателей, Продон, который говорил, вот капитализм, где эксплуатация, где капиталисты высасывают прибавочную стоимость из рабочих, это плохо. А вот товар там стоимость – это хорошо. Даже пытался создать некий народный банк. Ничего у него не вышло. Прогорел сразу. Акулы капитализма еще в те годы, период Маркса, сожрали его. Так вот, что происходит? Мы сейчас теоретически идем путем. Ну, это и на практике. Из всего мира товаров выделяется один товар, который выполняет функцию или роль всеобщего эквивалента. Особая функция. То есть, все товары измеряют свою стоимость в этом товаре. Смотрите, какая здесь интересная получается петрушка. Вот мы рассматриваем противоречие, когда есть с одной стороны, с противоположной, а здесь все ставится с ног на голову, а потом обратно переворачивается. То есть, первое положение, с чего мы начали, что стоимость измеряется чем? Количеством труда в часах, минутах и так далее. А если дальше идти? На самом-то деле, стоимость товаров измеряется опосредственно, потому что в условиях товарного производства так напрямую невозможно это сделать. А таким образом? Ну, вот таким образом, я иногда говорю, грубое выражение, вот как штаны можно обычно надевать, а можно через голову, наверное, да? Но будет неудобно. Вот так вот получается. То есть, стоимость всех товаров, а стоимость повторяет, вот абстрактный труд, стоимость, измеряет свою величину через сравнение с противоположной своей, совершенно верно, с потребительной, в определенном количестве потребительной стоимости денежного товара. Но потребительная стоимость это создается конкретным трудом. Ну, если уж совсем туда взглянуть, там есть противоречие между общественным и частным трудом. Вот такие дела. То есть, получается, это называется форма стоимости. Один товар в относительной форме стоимости, другой в полюблении. И получается таким образом, что вот эта форма стоимости, она становится всеобщей. И вот денежный товар как бы является воплощением этой формы стоимости. И исторически уже дальше роль денег закрепилась за драгоценным металлом. Сейчас после металла, потом драгоценным. Да. Ну, это уже, это интересный вопрос, как говорится, история распорядилась. Потому что разные предметы, кто читал, интересовался историей, чего только не было. И пушнина там, и скот, и камни, и прочее, 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 прочее. Ну, в силу технических свойств, сохраняемость, делимость, и прочее, 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 прочее. Золото и серебро. Ну, прежде всего, золото. То есть, у золота, на самом деле, есть две потребительные стоимости. Ну, как обычный продукт, вещь, можно использовать в промышленности, как ювелирное украшение и так далее. А есть вот особое свойство. Вот всеобщая обмениваемость. Выполнять функцию всеобщей эквивалентной. А вот дальше, как шло развитие денег? Мы буквально сейчас пробежимся. То есть, настоящие деньги, это что? Золото и серебро. Ходят у нас в обращении, сейчас золото. Нет. Но эти его никуда не выкинули. Оно хранящие. Оно хранящие центральных банков, под семипечатниц, с охраной и прочее, прочее, прочее. То есть, капиталисты знают, что в случае чего оно им пригодится. А что тогда сейчас у нас? Степан Степанович ответил на этот вопрос. Это представители золота. И первый был шаг, когда вместо золотых монет, ну, а монеты, это кусочек золота, установлен государством по масштабу цены и так далее. Стали выпускать денежные знаки. Вот пускай такой-то, да, бумажка. На ней написано 100 рублей в царские времена. фунт стерлинговый, доллар, во всех этих странах эти процессы шли. был свободно, обменялся на золото. мы пропускаем эту историю, она интересна, может быть, в следующем семестре мы ее рассмотрим, хотя нам нужно двигаться дальше. А дальше какой был процесс? с деньгами, с развитием денег. Ну, то, что вот эти бумажки стали заменяться чем? Безналичными расчетами, безналичными. Появились специальные капиталистические организации, функция которых была вот выступать посредниками в обращении товаров. Вот один продает товар, другой покупает. вот деньги. Это банки, банковская организация. Банки. И они взяли на себя функцию осуществления этих расчетов. Каким будут? Бутон записи в банковских книгах. Уже не нужно было ходить с бумажками, можно было с чековой книжкой, да, передать своему контрагенту чековую книжку, ну, там надпись, он пришел в банк, банковская, и делал необходимые записи. Но она очень технический прогресс стоит на месте? Нет, он двигается постоянно, вперед. Мы с вами сидим, он двигается вперед. И в соответствии с научно-техническим прогрессом вот эти всякие записи книги заменились чем? Электронными записями. Вот у нас карточки. Что такое карточка? Банковская карточка? Ничего, это такой инструмент, который обеспечит ваш доступ к банковскому счету. И вы с помощью этой банковской карточки или мобильного приложения даете команду банку, где у вас открыт счет. списать такую-то сумму. С вашего счета банк списывает и зачисляет на счет того, кому вы даете поручение. То есть все то, что 200, 300, 400, 500 лет назад делал с помощью реальных денег, настоящих денег, теперь делается таким путем. И вот сейчас гремят цифровые деньги. вот третий вид. Вот есть наличные деньги, есть безналичные, есть цифровые. На самом деле что такое цифровые деньги центрального банка? Это очередная форма безналичных расчетов. То есть если безналичные расчеты между юридическими, физическими лицами до сих пор осуществляли коммерческие банки, теперь на эту функцию на себя возьмет частично и центральный банк. То есть ничего особого надо здесь и нету. Это определенный дальнейший шаг вперед связан с тем, что научно-технический прогресс у нас идет вперед. А мы идем дальше. Значит с деньгами понятно, да? Значит возвращаемся. Заработная плата, денежные выражения стоимости товара, рабочая сила. С товаром разобрались, со стоимостью деньгами тоже осталось. рабочая сила. Ну вот функции денег. Самая простая функция денег. Там мера стоимости и средства обращения. Вы, наверное, знаете эту формулу товар, деньги, товар. Товар, деньги, товар. Известно. В данном случае деньги выполняют роль посредника. Продается товар, а продается для чего? Чтобы потом купить нужный ему товар. а вот еще такая формула есть, вы знаете. Деньги, товар, деньги, риф. А вот это уже всеобщая формула капитала. Почему всеобщая? Отдвижение любой формы капитала при капитализме идет в соответствии с этой формулой. и суть здесь какая? Что в обращение пускается какая-то сумма денег. Владельцем этих денег капиталист покупаются товары, что-то происходит и обратно к владельцу денег капиталист возвращается сумма с некоторым приращением. Вот это D-стрих означает D-стрих D-дельта D-дельта Да, ну, напишем Дельта D. Некоторое превращение. Вот он, смысл этой операции. Деньги с некоторым превращением. Вот это превращение или прирост денег по отношению к первоначальной сумме называется прибавочный не, прибавочный стоим. Прибыль далеко шагнули. Это третий дом. А нам до него еще идти-идти. Прибавочная стоимость. Вот на поверхности явления прибавочная стоимость это что? Некоторый избыток на первоначально авансированную стоимость. И вот Марк задает вопрос. Он очень простой. Каков источник этого превращения? Вот как-то ни с того ни с сего кинул капиталист в обращение одну сумму а получил больше. он находит противоречие этой всеобщей формулы капитала. С одной стороны она действительно возникает в обращении. Вот кинул куда-то туда, где-то она там погуляла, походила и вернулась таким хорошим приростом. Она реализуется в обращении. А второе, в обращении в принципе можно? В обращении происходит обмен эквивалентов, не может возникнуть, противоречие. То есть с одной стороны возникает там, а с другой возникнет может. Значит ответ где искать? Там где товар. Давай. Что-то происходит такое выдающееся необыкновенное, которое дает товар большей стоимости, который потом продается. Совершенно верно. Значит капиталист на рынке находит какой-то такой товар на сумму, потребление которого приносит капиталист эту самую прибавочную стоимость. Этот товар рабочая сила. Совершенно верно. Рабочая сила. Что такое рабочая сила, если коротко? Пособность труду. Это совокупность физических, умственных способностей человека, которых он каждый раз использует при производстве продуктов, вещей. Рабочая сила. Ну это понятно. Вот величайшее явление свойства человека. Производить больше, чем он сам потребляет. Иначе бы не было развития человечества, не было бы прогресса и прочее, прочее. Вот рабочая сила. И что здесь происходит на рынке? Вот выходит два равных товаровладельца. Один владелец денег. Ведь деньги товар, только выполняющий рост общего лента. А на другом стороне владелец рабочей силы. Рабочий. Вот чтобы рабочий продал, был вынужден продать свою рабочую силу, какие должны быть два условия? Два. При капитализме первого, он должен быть свободен. Но если он не свободен, как скажем, возьму рабовладельческий струй, там были рабочие рабы, но они не были свободны, они были собственностью рабовладельца, и там различие было, мертвое орудие труда, неговорящие. Неговорящие, все различие. Возьмем феодализм, человек был, крестьянин был привязан к земле, он не был свободным. При капитализме у нас полная свобода. Какие ложные у капитализма? Свобода, равенство и братство. Вот свобода первая, ты свободен, у тебя паспорт в кармане, иди куда хочешь. Не нравится этот капиталист, иди вот там вот, тот нравится, иди третий. В другую страну уезжай, в другую территорию и так далее. Вот это первое условие. И второе условие. Конечно. Если бы у него, у владельца рабочей силы, были средства производства, он был просто товаропроизводитель. Мог бы сам трудиться, производить товары, выносить на рынок и их продавать. Вот два условия. Ну, дальше, кстати, вот хорошо сказать, свобода, равенство, равенство. Равенство. Они равны? По правилам. Как? Как владельцы товаров, да. Конечно. Они назначают цену, торгуются, продают. Поэтому сговорились это для чего нужно продавать рабочую силу рабочую? Чтобы получить жизненные средства. Получить вот это самое жизненные средства. Получать жизненные средства через заработную плату. А капиталисту для чего нужно дать рабочую силу? Для рабочей силы. Да. Вот здесь вот зарыто и тайно и весь фокус фокус. То есть бюржуазная благия. Кстати, честные медисследователи говорят, говорят сейчас у нас в трудовом кодексе зафиксированы. Заработная плата это плата за труд. И надо говорить цена труда. Вы правильно сам начальник сказали цена труда. Кстати, здесь уже зарыта обычная логическая ошибка. Цена это что такое? Денежное выражение скорости товара. Вот мы смотрим товар, деньги, определенное количество денег, сколько стоит цена денежное выражение. Когда мы говорим цена труда, а цена денежное выражение стоимости товара. А стоимость это что? Труд. То есть мы пытаемся труд объяснить через труд. обычная логическая ошибка. Совсем другое дело, когда мы говорим что заработ на цене это доденежное выражение стоимости товара рабочая сила. Рабочая сила это такой уникальный выдающийся товар. Чем заинтересовал рабочего правильно сказали? Совершенно как в общем не видел. А сам создает стоимость. Так вот дойдем до этого. Порядок. Мы не будем проскакивать логические ступени. Товар рабочая сила. Вот если рабочая продает то стоимость товара. У любого товара есть две стороны. Соответственно мы можем предположить что у рабочей сила тоже есть две стороны. С одной стороны есть стоимость на другой стороны есть под любого стоимости. Но она специфическая и та и другая. Почему? Потому что товар рабочая сила это мертвая не вещь. Живый человек. И поэтому эти проявления выражаются несколько по-другому. Мы можем и догадаться. Значит стоимость товара это труд воплощенный товар. А стоимость рабочей силы тех товаров которые такие человека нужно возобновлять существование его самому жизни и совершенно верно. стоимость товара рабочей силы это стоимость тех жизненных средств существования которые необходимы для нормального существования рабочего и его средствования я вам раздал газетку практически каждый год нас слушатели красной инвестиции делают расчет стоимости товара рабочей силы. это было в 21 году в Тюмени вот в этом году я пущу по ряду меня товарищ Дорошенко о городе Ярославль самый свежий еще разочек о чем идет речь когда мы говорим о стоимости товара рабочей силы о стоимости нормального существования не голодного не полуголодного нормального то есть мы берем семью какую семью муж, жена и сколько денег двое не меньше эти двое возьмем это уже не воспроизводство что такое нормальное существование есть принятые в обществе в любой стране какие-то критерии нормального существования например где должна жить семья с пяти человек в бараке землянке или благоустроенной квартире по нынешним требованиям это несловно трехового на пластыре это расклады это товарищ Дорошенко у нас покритикал все согласны что в бараке вот сейчас или в землянке наверное это ненормально существует первый расчет стоимости товара рабочей силы был сделан если ошибаюсь в 2007 году докерами механизаторами морского порта Санкт-Петербурга научный руководитель Михаил Алексеевич Паков инфляция есть такое замечательное в кавычках явление которое явление такой метод государственного регулированного анаполистического которое используют практически все в разных государствах инфляция это рост ценности товара кроме рабочей силы кроме товара рабочей силы поэтому из-за инфляции вот эти все цены растут соответственно расчет стоимости товара рабочей силы тоже меняется значит комната квартиры товарищ наш покритиковал поскольку по нынешним требованиям вообще на 5 человек будет рост трое детей комната маловато на 4 комната я с ним согласен согласен вот вы можете посчитать сколько получится как сейчас человек ну вот семья может получить квартиру у нас 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 отпадает выручает что мы уже в этой в этой в этой купить купить квартиру вы прямо сказали купить накопить это невозможно инфляция следует нет такой зарплаты значит брать ипотеку тем более буржуазные государства у нас помогают есть разные программы скидками потому что брать подрыночную ставку при учетной ставке при ключевой ставке центрального банка 19 процентов это будет наверное за 20 значит надо веревку на шею повесить ну по программам можно взять вот расчет простой берите хоть что в газете по Тюмени что по Ярославле сколько надо платить в месяц ну сколько там написано это на 4-комнатную в этом году в месяц нет не зарплату на квартиру вот 50 тысяч там 140 написано иных способов нету значит надо обязанность включить в расчет стоимости товара рабочей силы затраты на приобретение квартиры обязанность а дальше все пошло поехало на питание надо на одежду надо детский сад надо и многое много чего можете поспорить можете что-то добавить что-то убрать но в любом случае вы выходите на очень большую сумму какое соотношение между сегодня между стоимостью товара рабочей силы у нас в России и средней заработной платы рабочей это 1 в 5 в лучшем случае а так в 1 в 10 совершенно верно то есть вот такой получается разрыв а почему он получается а еще одна хитрость опять я уже 3-4 раз извините напоминаю что такое заработная плата это денежное выражение стоимости товара рабочей силы денежное это не значит что заработная плата равна стоимости товара рабочей силы денег вот сколько денег к вам положил капиталист как вы договорились так оно и будет здесь еще к одному моменту мы подходим столкнулись две силы на одном полюсе класс капиталистов на другом полюсе рабочий класс и вот они как бы между собой борются рабочий класс за условия своего труда за повышение заработной платы а цель капиталиста какая получить прибавочную стоимость и стоимость он прибавочную получает из-за того то что купил товар рабочая сила и он использует ее в своих интересах вот вы пришли в магазин купили товар он стал вашей собственности что вы с ним делаете что хотите то и делаете потребляете совершенно верно товар рабочая сила специфический товар капиталистов покупать с какой целью что-то получить и вот мы приходим ко второй стороне товара рабочая сила именно потребительной стоимости любой товар покупать с целью его потребления вот ради того что ради потребительной стоимости товара так вот у товара рабочая сила удивительная способность потребительной стоимости заключается в том что чтобы создавать стоимость большую чем она сама стоит. И мы об этом уже говорили. Это удивительное свойство вообще человека, нашей цивилизации. Вот в чем интерес капиталиста. А дальше все без обмана. Даже предположим, что капиталист будет оплачивать полностью стоимость товара рабочей силы. Смотрите, смысл экономических производственных отношений, товарных, капиталистических. Капиталист покупает товар. Значит, он является собственником. Пускай он товар покупает. Не на вечно же. Рабочий ведь наемный не раб, а на время. Даже это время капиталист соблюдает, как по трудовому кодексу. 8 часов в день. 40 часов в неделю. Но вот эти 8 часов в день рабочие работают на капиталисты. А научным языком говорит, капиталист использует вот эту потребительную стоимость рабочего, создавать стоимость большую, чем он сам стоит. И часть ее он присваивает. Мы подходим. Уже практически. Происходит следующее деление. Вот рабочие деньги. Рисуем. Рисуем каждый год. 8 часов. У нас капиталист соблюдает трудовую законодательство. Он не заставляет работать больше, чем нужно. Ему это не нужно. И этот рабочий день разбивается на две части. Первая часть. Когда рабочий работает, как бы, на себя. В течение этой части рабочего дня он восстанавливается и отрабатывает в сторону своей рабочей силы. Свою заработную плату. И это время называется необходимое рабочее время. Условно. Как бы, работает на себя. А другую часть рабочего дня он работает на капиталиста. Называется прибавочное рабочее время. И здесь нет никакого обмана. Капиталист не обманывает рабочего. Потому что он купил рабочую силу на эти 8 часов. И использует ее в своих интересах. И вот это вот то, что рабочие отрабатывают необходимое рабочее время. То есть отрабатывает стоимость своей рабочей силы. И получает обратно в деньгах. Я пока в сторону оставляю. То, что денежное выражение, оно обязательно не совпадает со стоимостью рабочей силы. Как правило, больше он может. То есть, как правило, меньше он может. Наоборот. И вот заработная плата и есть. Денежное выражение стоимости товара рабочей силы. А другую часть рабочего дня он работает на капиталиста. И капиталист присваивает себе в соответствии с законом капиталистического производства. Вот источник прибавочной стоимости. Прибавочный труд а юных рабочих. Илья Ильич, сделаем. Еще раз хочу акцитировать наше внимание, что капиталистическое производство отношений, вот все понятия, которые мы рассматриваем, это не вещи. Это отношения между людьми. Но они имеют вечную оболочку. Или наоборот, можно сказать, вот товар, вот вещь. Потребительная стоимость. Это материальный носитель стоимости. А стоимость, да и сам товар, капитал, прибавочная стоимость, и все, 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 все прочее. Это производственные отношения между людьми. Вот есть этот строй, есть эти отношения. Нет этого строя. Нет этих отношений. Есть другие. У меня вот такое. Вот я принес три картошки. Ну, давайте немного пофантазируем. Вот возьмем феодализм, феодальное поместье. И натуральное хозяйство. Что такое натуральное хозяйство? Это когда человек-производитель производит для себя, для своего потребления. Вот это одна картошка. Производится в натуральном хозяйстве. Вот это результат труда крестьянина. Товаропроизводителя. Он производил на рынок, на продажу. Вот у вас есть участок? У кого-то? Вот вы картошку посадили, сейчас собрали урожай, повезли на рынок продавать. Товар. А вот эта картошка выращена в социалистическом хозяйстве. Оно называется непосредственно общественное производство. Форма производства диаметрально противоположная товарному. Одинаковые картошки или нет? Совершенно верно. А почему разные? Метод производства? Разно. Материальный носитель, как бы эта вещь, она одинаковая. Но общественная форма, что такое еще раз производство? Вы же правильно сказали. Процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Вот суть-то. Общественная форма. Картошка выращена на продажу. Какая форма? Товар. Товар. Материальный носитель, вот эта самая картошка, потребительная стойка, вещь, полезная вещь. Общественная форма – товар. В натуральном хозяйстве другая общественная форма. Не товар. Не товар. Не товар, натуральный. А в социалистическом производстве общественная форма – непосредственно общественный продукт. Поскольку производится он не на рынок, не с целью обмена. С целью социалистического производства – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Закрываем эту тему. Убираем. Так, продолжаем. Немного надо закончить. Рабочий день – 8 часов. Все по закону. Доставляется на две части. Одну часть рабочей работает как бы на себя, отрабатывать стоимость рабочей и силы. Другая часть работает на капиталиста. И соответствует, с экономическими законами товарного производства. Они обличены уже в юридические законы. То есть, повторяю, здесь нет никакого обмана, никакого надувательства. Все чины благородные. Капиталист присваивает. Поскольку наложено это в экономическом базе, все такие экономические отношения. Отношение прибавочного рабочего времени к необходимому рабочему времени, оно выражается еще в таких буквах. Прибавочная стабильность от политической экономии у Марса в капитале обозначается буковкой «М». А то, что тратится на рабочую силу, это переменный капитал. Буквка «В». А сам показатель называется норма прибавочной стоимости М-штрих. Ну, прибавочная стоимость М-штрих. Норма прибавочной стоимости. Отношение прибавочной стоимости, которую создают, наверное, на рабочие и которые присваивают безвозмездно капитализм, стоимости самой рабочей силы. Как правило, выражается в 100%. Вот какая сейчас норма прибавочной стоимости у нас в России? Где-то так. Расчеты делали разные ученые. И доктор экономических наук профессор Долбов Виктор Георгиевич, доктор экономических наук Мазур. Мы здесь считаем. В Красном университете получается соотношение где-то 700%. Что это означает? Ну, что где-то час необходимой рабочей силы. Да. Совершенно верно. Вот эта часть. Я, правда, неправильно нарисовал. Рисовал. Тут необходимое рабочее время вот такое. Близкое. Влизне. Прибавочное рабочее время. Вот подумайте. Как это спокойно? Никто не задается вопросом. Что один час работает на себя, на свою семью. 7 часов на капиталистов. Мы делаем расчеты. Я пущу на счет. Тоже народная правда. Это 22-й год. Расчет был сделан по АДК-авиадвигателю. Здесь вообще получается 50 минут рабочий работает на себя и 7 часов 10 минут. И правда так резко сказал товарищ рабочий на буржуе. Капиталист. Посмотрите. Теперь приходим к практическим вещам. Ну, вот такая жизнь. Капиталисты его полагают и сказали, ну, что пойдет? Ну, вот так вот сложилось. Я капиталист, а ты, наверное, рабочий работаешь на меня. Но мы вот из этой схемы наглядно видим, что интересы рабочих и капиталистов они прямо противоположны. Почему противоположны? Потому что рабочему надо увеличить вот это дело необходимое рабочее время, то есть заработную плату свадьбу. А капиталисту цель-то получение прибыли, прибавочной стоимости. А прибыль это просто превращенная в форму прибавочной стоимости, выступающая как порождение всего авансированный капитал на поверхности явления. Особенность, еще одна особенность капиталистических отношений товарных целей, что сущность явлений и то, что лишняя поверхность она не совпадает, более-то противоречит жгут. Более-то они еще прикрыты вечной оболочкой. То есть докопаться нужно туда. Другое дело пресходорезнь, это все будет чрезвычайно и благородно. Вот крепостной помещик, Вот, пожалуйста, там понедельник, вторник, среду ты идешь, работаешь на земле помещика и все, что там предзвел и собрал, он присвоен. А вот там в четверть-пятницу работаешь, в субботу на своем плачке все, что ты здесь вырастил, это твое. Все чисто. А здесь нет. Работает полный рабочий день и на поверхности заработная плата как выступает? В трудовом кодексе что сказано? Вознаграждение за труд. За вот труд. За весь труд. И все апологеты буржуазные канадисты будут твердить, что это плата за труд. Так это все. На самом деле это не так. Вот это интересно. Откуда источник? У Марса все ясно. Здесь вот трудно поколебать. Вот эти позиции. А как у буржуазных ученых? Вот какого источника прибыли? Чего только нет. Матерская жилы там написано. Есть, да. Мне очень нравится вот как появился капитализм. Ну вообще вы уже знакомы с основными положениями исторического материализма. Общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие капиталистическое, то и сознание в массе тоже будет буржуазным. Появляются соответствующие теории, которые должны объяснить и показать. Просто Маркс показал капитализм с точки зрения рабочего класса. А с точки зрения капитализма. Вот экономисты были честны. Например, классическая буржуазная политэкономия Дам Смит, на литве карты. Мы пытались разобраться. Вот запутались противоречия. А есть вульгарная политическая экономия. Вульгарная не в смысле там, где там плохо, а в том смысле, что она берет только поверхность капиталистических отношений. И туда суть сейчас не идет. Там очень опасные вещи. Понимаете? Очень опасные. Ну лучше вот так по поверхности идти. А поверхность очень простая. Вот цены растут, спрос падает. Цены падают, спрос растет и больше не будет. Или здесь вот заработная плата. Плата за труд. За весь труд. Вы довольны заработной платой своей. Труд у вас плохой. Мало работает, больше работает. И так далее. Ну я с известной иронией еще говорил. Так вот как они объясняют источник привода. Вот откуда она взялась? Откуда берется? Простой лимитарный вопрос. Любой человек, который начнет изучать, станет вопросом. Через этой формы деньги, товар, деньги, шрифт. Ну какого источника привода? Дорожный продаж. Первое, что мне нравится, это воздержание. Вот рабочий расточительный, тратит свои деньги напропалую, налево, направо, а капиталист воздерживается. Он экономит на все, входит в драном белье, кушает сухарей и прочее, прочее, прочее. Мы лучше знаем, кто потратит деньги. За счет воздержания. Ну правда, как-то оно сейчас, оно как-то куда-то ушло. Вот было такое. Второе, плата за риск. Плата за риск. Чем рискует рабочий? Да ничего, вот он стоит за станком, ему здесь дают, середье он только ставит, заготовки снимает, ему даже иногда молоко, платье за время. Как сыр в масле катается. Думает, да, не надо ничего. Не надо ничего. А капиталист рискует. И вот это есть плата за риск. Ну и конечно, самое такое массовидное, это разных тысячи вариантов, оплата в жилку предпринимательскую, за какие-то инновации, и прочее, 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 прочее. Но правда, есть еще одно такое. Есть факторы производства. Вот капиталист, кроме рабочей силы, что еще покупает? Станки. Станки. Средства производства широко. Средства производства, это средства труда, станки и оборудование, и сырье, предметы труда, на которые направлены, скажите, рабочие. Так вот, все благородно тоже. Ну и есть еще факторы земля, понятно дело. Поэтому рабочий получает. Он трудится, да. Мы не возражаем, там трудится, он получает заработанный плант. Маленький, у меня другая проблема. У капиталист станки, они тоже там что-то крутятся, и что-то создают. Он получает прибыль. А владелец земли, ренту, это один из видов, доход. Вот тоже так, любопытно, получается. Хотя на самом деле, вот такие дела. Значит, что получается? Здесь интересы сталкиваются, капиталистов. Они противоположны. Классовая противоположность, она не разрешила, в рамках капитализма. Можно только какими-то мерками сошкать. Если сталкиваются две силы, то какой будет результат? Ну, у себя сила сильнее, то и победит. Так вот. Либо капиталист надавит на рабочих, или все рабочие, при варочной службе, либо рабочие. Рабочие, понятное дело, могут сделать это только организованно. Потому что, если один, ничего не будет. Примеры такие есть. Ну, мы немножко дальше пойдем. На самом-то деле, я несколько, вы, наверное, меня должны подловить. Беру одну сторону, а мы все-таки диалетику изучали. Знаем, что противоположность это не только борьба, но и единство противоположностей. Борьба абсолютно, единство, ну, как момент. Здесь есть такой момент. Какие методы увеличения прибавочной стоимости у капиталиста? А вы же они угрожаете? Ну, это вот так вот. Самый простой. Увеличение от длительности конечно, конечно, вот увеличить деньги не восемь часов, а девять часов. Заставить рабочего работать, ну, даже если заплатить ему немножко зарплаты. Вот, посмотрите, если норма прибавочной стоимости семьсот процентов, это означает, что увеличение заработной платы в два раза, вот получал пятьдесят тысяч предположим, ну, сейчас восемьдесят тысяч средних я считал. Вот, он будет сто шестьдесят тысяч, к чему приведет? Ну, будет не один к семи, а два к шести. Это же колоссально, это будет норма прибавочной стоимости триста процентов. Колоссально у нас в России. Это при том, что рабочие будут получать в два раза больше. Что же успех, понятное дело. То есть, резервы здесь огромные. Ну, в любом случае, это основной метод. Один из основных метод называется абсолютная прибавочная стоимость. Абсолютная, то есть, увеличение абсолютного рабочего времени. Второй метод относительно прибавочная стоимость. Относительно это уменьшение. В рамках данного рабочего дня уменьшить необходимое рабочее время. Вот, платил молоко за вредность стоимость, перестал платить. Были отпуска. Отнял отпуска дополнительные. За вредную работу и так далее. Масса методов. Ну, и, наконец, здесь третий метод повышения производительности труда. Ну, как бы, можно относительно что это означает. Что капиталист, который пока с точки зрения создания прибавочной стоимости кому это перепадает. Тот капиталист, который хорошо, производительность труда, это одно из основных тоже понятий политической экономии. Что она характеризует? Выпуск продукции в единицу времени. Есть обратная категория трудоемкость. Сколько труда вложено в единицу продукции. Они связаны. Значит, рост производительности труда означает, что индивидуальные затраты на производство продукции на данном предприятии данного капиталиста будут меньше средних. А возвращаемся к исходному. Стоимость как определяется? По средним условиям. Поэтому этот капиталист будет находиться в выигрыше. Затраты труда у него меньше, а продавать он будет по ценам производства, которые средний до тех пор, пока другие капиталисты либо не применят такие же ножки, что они его не перегонят. Вопрос. Кому достанется это временное? при условии, что рабочие будут молчать. Конечно. Однозначно. Поэтому как ни крути, для рабочих путь один. Это что? Организованная борьба. И примеры такие у нас есть. Вот докеры морского порта Санкт-Петербурга. Сейчас первый контейнерный терминал. У них новый коллективный договор на новый срок и значим на три года. И заработная плата у них раза два выше средней. Я помню достаточно давнюю историю. Там был сейчас начальник консалтинга правового отдела Федотов Константин Васильевич. Он вместе с Михаил Васильевичем написали замечательную книгу «Как вести трудовой спор». Зарплата морского порта а там разные были контейнерные терминалы и лесной порт была пять раз выше. Я спрашиваю «А почему так в лесном порту пять раз ниже, чем у вас?» Он говорит «Так у нас профсоюз есть, а там нет. У нас есть организованная борьба, там нет. У нас есть результат в виде коллективного договора, там нет. Так что такие дела. сегодня мы закончим. Я немного отнял ваше время от вопросов, но я думаю мы как-то разобрались с некоторыми первоначальными понятиями капитала. если брать по времени по страничке, мы дошли где-то наверное треть первого тома до рабочего дня, до относительной половины. Ладно, половину. Так что я всячески вам рекомендую найти время и почитать капитал Маркса. Давайте переходим к обсуждению как полагается у нас вопросы, обсуждения Пожалуйста. Вопрос можно предположить что в России вы говорите примерно 700% а вот в других капиталистических странах это цифра примерно какого уровня например в Америке известно? Не считал, но я думаю общая ситуация где-то такая. Тоже примерно. Вот смотрите что я могу сказать. вот было здесь предприятие Форд во Севровске там был профсоюз МПРА создан и они давали нам статистику своей газете по уровню заработной платы на заводах Форд в разных странах. Я этой цифре помню причем в Соединенных Штатах Америки заработная плата была часовая тарифная ставка немного меньше чем на заводах форда в Европе. Наивысшая была по-моему в Бельгии 30 долларов в час. Ну по нынешнему курсу это сколько? Почему? на 90 надо умножить на 1. 2700 рублей в час знаете так? А стран 30-40 стран было. В России по-моему 7 долларов в час. Вот соотношение 30 к 7 рублей. То есть сколько это получается? 4 с лишним раза. Заработная плата в США на заводах форда одна монополия одна технология рабочие с одной и той же квалификацией иначе нельзя. Но одних зарплатах в 4 с лишним раза выше. Соответственно норма прибавочной стоимости будет меньше. Правда я слышал что официально заявляют что у нас производительство отстает от общей мировой. Производительство труда в 5 раз меньше. Вот официальные данные наши экономисты в промышленности в 5 раз меньше. Но это в целом знаете если среди температуры по больнице. А я беру одну компанию одна компания вот Форд у них одна и та же технология одна и соответственно квалификация работников одна. Вот о чем речь. Я понимаю что эти 500% которые выведены были это что-то именно какой-то коэффициент который просчитали на одном или на несколько заводов и потом это экстраполировали на всю Россию или как то есть как он именно был высшим в России именно вот я упоминал уважаемых наших коллег профессоров я эту цифру знаю что мы делаем мы практически каждый год берем какое-то предприятие одно предприятие и считаем проблема в чем что нам нужно знать для расчета в прошлом году по-моему мы считали норму прибавочной стоимости позапрошлом году по новороссийскому морскому торговому порту проблема в том чтобы найти нужную статистику что нам нужно вот прибавочной стоимости нам нужно выручку минус расходы это есть и то в них нужно покопаться потому что сейчас расходы в издержках производства закладываются эти вещи которые на самом деле относятся к прибавочной стоимости например проценты полкредитом это детали а здесь нам нужно заработную плату рабочих вот это точно никто не дает но некоторые предприятия в частности новороссийский морской торговый пор давал количество рабочих это среднестришная численность общая и количество рабочих дальше известные допущения брали брал среднюю заработную плату рабочий у нас тоже вышло 700% вот в этой газете которую он пустил где-то так начается даже больше это предприятие конкретно что касается по стороне наверное такую попытку можно сделать и посмотреть пожалуйста у вас вопрос был да я хотел спросить меня вот интересно насчет какой процент примерно прибыли получают строители новых домов потому что ну там какие-то цены очень большие мне кажется что себестоимость она может быть в тысячу раз ниже даже не в сходе чем я не могу сказать поскольку конкретный вопрос надо взять просто статистику если вы найдете и посчитать то есть понимаете выручка есть издержки производства вы отнимаете получаете прибыль и сравниваете я не могу ответить здесь же средняя норма прибыли и получается что во всех сферах плюс-минус одинаковая нет не так нет не так есть замечательная организация называется федеральная служба государственной статистики они публикуют много интересной полезной информации это вообще доступный сайт по старинке Росстат туда заходите и смотрите значит есть показатель рентабельность производства они дают в двух ипостасях по отношению к активам и по отношению по-моему к выручке по отраслям он конечно разный я могу сказать что по ключевым отраслям промышленности обрабатывающей производства он гораздо ниже мы можем предположить где он выше добывающий добывающий наверное выше сейчас вот по этому году наверное в финансовой сфере высокий но в целом если возьмите цифру 10% плюс минус вот так оно и получится чуть выше чуть ниже вопрос стоимость товара обычно такова что обычный среднестатистический рабочий может себе позволить то есть любой может купить себе перловку курицу мясо телефон и любые другие вещи которые используются для комфортной жизни вот а с квартирой почему-то не так там около 10 миллионов стоит квартира там двухкомнат насколько я помню и по-моему это намного больше чем мог бы позволить себе потратить обычный рабочий вот почему так сложилось что такие высокие цены на них значит еще раз давайте разделим есть понятие стоимость товара рабочей силы и заработная плата и денежное выражение это связанный но разный по величине точно разный значит стоимость товара рабочей силы я сейчас упор сделаю на то что это денежное выражение стоимости жизненных средств существования нормального существования рабочего семей вот упор делал на слово нормальное нормальное имеет исторический аспект конкретный аспект данной страны вот что на сегодня и мы с вами можем сейчас обсудить и перечислить мы обязаны должны отнести к нормальному существованию человека сегодня рабочего работника веон его семьи но однозначно я бы задавал вам вопрос с подковыкой нормальное жилье это где в бараке жить в палатке в землянке или все-таки в семье из пяти человек в трехкомнатной квартире да или нет где ответьте ничем больше вот как-то однозначно это должна быть благоустроенная квартира это требование даже а не законодательно в известных документах нашего вооруженного государства закреплены а дальше идет чистый расчет мы с вами обсуждали путь у нас один взять кредит и купить эту квартиру есть еще такой вариант некоторые говорят давайте в аренду снимать так то же самое выйдет причем после того как человек закончит трудовую деятельность выйдет на пенсию куда ему спинком под зад что на улицу поэтому путь один взять ипотеку дальше чистая арифметика вот заходите на сайте смотрите сколько стоит трехкомнатной квартиры площадь не знаю 80 квадратных метров ну 70 90 пожалуйста с этим можем поспорить результат не особо будет отличаться и сколько будет среднемесячный платеж 50 тысяч это минимально в месяц и к нему надо добавить все остальное и вот мы выходим на те цифры которые изложены в расчетах стоимости рабочей силы и это вот одна сторона я повторяю это не заработная плата это стоимость рабочей силы для того чтобы нормально работник жил рабочий и члены его семьи вот сюда отложили 300 тысяч предположим ну там в зависимости один муж работает либо жена либо двое она будет разница небольшая второе сложившаяся заработная плата уровень заработной платы вот мы уже говорили в лучшем случае в 5 раз меньше а так реально и в 10 раз меньше заработная плата вот она складывается в жизни почему складывается вот по двум причинам опять возвращаясь две силы столкнулись с противоположными интересами ну какая победит какая сильнее знаете если рабочий класс не будет выступать то его будет все дальше и дальше подвигать и заработная плата будет не только в 5 и в 10 раз и в 15 и в 20 раз снизу если будут сопротивляться если будут требовать и проводить организованную борьбу пойдет обратно и это первое второе момент какой момент единства вот когда капиталист вынужден повышать производительность труда его обстоятельства конкуренции повышают и свои рабочие вот тогда пока вот я знаю один пример это Владивостокский морской торговый порт коллективный договор когда профсоюз докеров провел коллективные действия коллективные переговоры с предпринимателем и в коллективном договоре было запито два пункта пункт первый то работодатель обязан полностью индексировать заработную плату на коэффициент инфляции но это же важный момент если цены выросли в 10 раз твоя зарплата реальное содержание заработной платы в конце года станет на 10% меньше и второе повышать сверх вот этой индексации на уровень на темп инфляции я сейчас цифру точно не помню это можем найти на сайте фонда рабочий академии их коллективный договор скажем на 5% в зависимости от того как обеспечится рост производительности труда тем самым заработная плата будет подвигаться приближаться к чему стоимости товара рабочей силы вот он как конкретный реальный путь а то что сейчас мы возьмем вот этот срез да ну не может наверное если человек получает 50 тысяч так как ипотека мы на 50 тысяч только как вы сказали что купить пшена курицу все вот свежий пример есть такое у нас предприятие в городе Санкт-Петербурге медсантранс медсантранс это очень крупная организация которая где как бы находятся автомобили скорой помощи и водители которые обеспечивают все больницы поликлиники по нашему большому городу так вот что сделал работодатель кстати хитрое название работодатель кто дает работу вообще-то рабочий да ну вот у нас все шеворот на выворот на самом деле работодатель ну ладно будем так называть ну да можно и так сказать значит где-то 2-3 года ну вы знаете что по трудовому кодексу вот человек отработал 8 часов в день или там по графику все что сверх оплачивается это называется переработки оплачивается как там в двойном размере что делали медсантранс администрация не будем говорить работодатель администрация она не оформляла это дело а считала что как бы работает то есть не переработки там были а по совместительству не знаю причем без оформления документов ну вот нашлись инициативные товарищи смелые организовали профсоюз провели определенные действия ну они воспользовались той ситуацией что по России у нас сложилось редкий случай положить на суде на практику по данному вопросу написали письма и вот государственный трудовый инспектор по Санкт-Петербургу поддержал это требование и направил предписание администрации требовали выплатить то что они в течение двух-трех лет не выплачивали выплачивали в одинарном размере а должны были вдвойном сейчас я закончу короткую историю если бы это был один работник мы знаем как бы поступил работодатель уволил бы даже незаконно уволил потому что он понимал что предположим суд восстановит этого работника он ему выплатит миллион полтора два миллиона то есть зарплаты которые не выплачивал но в данном случае сумма всех вот этих выплат составила один миллиард восемьсот миллионов рублей но понятно что это губ государственного инвентарного предприятия директор сходил в администрацию видимо там посовещались решили что с двумя тысячами водителей скорой помощи лучше не использовать и сейчас пошли выплаты это вот пошли выплаты буквально месяц в сентябре вот такой вопрос у вас здравствуйте во-первых хотелось сказать что нет вот я была человеком которого уволили который именно боролся с тем что мой цех во время ковида нам все переработки сократили с двойного эквивалента до коэффициента 0.7 вот поэтому и нам ввели шестидневную рабочую неделю при семичасовом дне вот и в итоге получилось так что мы оказались в проигрыше потому что мы стали зарабатывать меньше и работать себе в убыток каким-то образом влиять а вот и самое главное мы пытались организовать профсоюзную ячейку но нам было сказано что наша ячейка должна подчиняться более высокому профсоюзу а именно профсоюзу работников культуры и тут мы столкнулись с тем что в интересах массы работников культуры чтобы мы работали нашу шестидневную рабочую неделю а часто семидневную но с неоплачиваемым вот этим вдвойном эквиваленте переработанным днем и прочее что нам следовало делать если интересы нашего профсоюза воображаемого еще противоречат профсоюзу который стоит выше и обязательно ли профсоюзная ячейка должна подчиняться общему отраслевому профсоюзу нет вообще не обязательно в законе такого нет у вас два пути первый можете создать свою профсоюзную организацию отдельно а второе да можете войти в состав более какой-то крупный и это все зависит от конкретных условий и того какие там плюсы и минусы есть насчет переработок я согласен наверное не точно сказал там речь шла о работе выходные дни там-то в размере однозначно оплачивается ну вот поэтому придумали шестидневную рабочую неделю чтобы у нас не было второго выхода ну да изворачиваться как могут что здесь сказать я пожалуйста спасибо вам я еще раз акцентирую внимание что если одиночка борется вероятность выигрыша нет никакой нулевая только коллективной тут еще один пример мы вот здесь обсуждали есть у нас замечательная организация крупная в городе АО метрострой северной столицы это преемник бывшего метростроя там были проблемы известные связанные собственники вот сейчас новая организация вот горнопроходчики это основной у них боевой отряд решили реализовать профсоюз и организовали пошли по подземным выработкам по цехам собирать подписи первое вступление в профсоюз второе можно взять доверенность от работника который не хочет вступить в профсоюз но как бы доверяет вот этому профсоюзу выражаются его интересы защищать перед администрацией таких набралось 700 человек процесс шел а требования поняли повышение заработной платы условиям труда и так далее но в данном случае администрация предприятия тоже проанализировала ситуацию решили с 700 спорить тяжело был бы один был бы два наверное бы уволили потом бы заплатили мы этот миллион два что-то стали 100 миллионов не платить или 200 или 300 и пошли напережение они в полтора раза подняли тарифную ставку то есть годами ничего не поднимали а здесь сразу так вот добровольно ну и понятное дело они как бы сбили некоторый накал но во всяком случае видите сам факт создания профсоюза они еще не дошли до настоящих коллективных переговоров предусмотренных скажем трудовым кодексом и так далее но уже получили такой выигрыш не было бы этого и не было бы повышения в полтора раза вот он факт то есть такие дела какие еще вопросы нет спасибо значит мы встречаемся в следующую среду пожалуйста пишите контрольную работу все что будет направлено до конца рабочего дня во вторник я постараюсь проверить мы повстуждаем тему дальше идем развитие капитализма но с точки зрения диалектики ничего же вечного нет правильно ведь капитализм тоже проходит стадии развития этапа вот основой капитализма что является коварное производство а капитализм это что такое что важно производство на той стадии когда рабочие силы совершенно верно вот о чем мы говорим капитализм тоже проходит свои стадии развития вот есть свободная конкуренция которая была 200 лет назад ну может 150 300 лет назад и его высшая последняя стадия монополистический капитализм о чем будем говорить в следующую среду и вот у нас спасибо до свидания а а Субтитры создавал DimaTorzok